Я хотел бы вам представить нашего гостя. Первый наш спикер уже находится в студии. Это заместитель директора департамента инвестиционной политики Министерства национальной экономики Республик Казахстан Алишер Шаяхметов. Алишер, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, возвращаясь опять-таки к недавнему расширенному заседанию правительства с участием главы государства. Ваше министерство непосредственно, какие новые ориентиры, какие новые векторы, какие новые задачи вот в рамках вот этой стратегической задачи, стратегического плана увидели? На сегодня Казахстан стремится к диверсификации экономики и уменьшению зависимости от сырьевых ресурсов. Приоритетными направлениями отраслями будет развитие обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистического потенциала, также сферы услуг. Планируем, что данные инвестиционные проекты в таких отраслях окажут наибольший мультипликативный эффект для экономики, повысят доходность граждан, также будет стимулировать развитие предпринимательства и повышение занятости. Как было отмечено ранее, за 9 месяцев прошлого года в Казахстан были привлечены порядка 19 миллиардов долларов инвестиций. Это достаточно хороший показатель. Инвестиции были привлечены в горнодобывающую промышленность, обрабатывающую промышленность, транспорт и складирование. В целом мы продолжим политику в данном направлении. Все показатели макроэкономические имеют положительный рост. В целом думаем, что все эти реформы, которые озвучил глава государства в своих посланиях в предвыборной программе, мы будем дальше продолжать. И совместно с усилиями центральных госорганов и Акиматов будем... Алишер, президент подчеркнул этот момент касательно экономики добавленной стоимости, когда мы говорим вопрос переработки, вопрос производства, то, что называется в экономике глубокий передел, плюс еще сферы, связанные с сервисом и так далее. Ну вообще, насколько мы понимаем, это же вопрос, который не сегодня начался. Если мы вот посмотреть трансформацию вообще структуры инвестиций за последние 2-3-4 года, это уже раньше пошла такая динамика перехода от сырьевых инвестиций? Этот процесс уже, можно сказать, что уже более 10 лет, наверное, идет. Если раньше посмотреть, то структуры инвестиций порядка 80% занимали это добыча нефти и газа. Недропользование? Это было, да. Недропользование, сырьевой сектор. Но сейчас этот показатель снижается и больше упор делаем на несырьевой сектор, то есть на обрабатывающую промышленность. Нам нужно сформировать промышленный каркас страны, где будет создано больше рабочих мест, где будет больше социально-экономический эффект, в том числе для граждан. Спасибо, да. Мы сейчас к этой теме вернемся еще. Я хотел бы представить вам еще одного нашего спикера, который к нам подключается по видеосвязи. Это экономист Голымжан Айтказин. Он с нами на связи. Голымжан, добрый вечер, вы нас слышите? Добрый вечер. Да, вот вопрос, который мы сейчас уже начали обсуждать, вам как эксперту хотел задать. Ну, Казахстан всегда, конечно, позиционировался и был привлекатель в первую очередь своими природными ископаемыми и мощной сырьевой базой. На сегодняшний день, когда мы пытаемся эти вектора поменять, сделать сильнейший упор на вопрос перерабатывающей производственной промышленности, по вашим наблюдениям, по вашему анализу, это действительно тоже привлекательно для международных инвесторов? Это как бы интересно им для прихода в наш регион? Ну, смотрите, в первую очередь в любом случае добывающиеся сектора, в частности, это идет речь про нефтегазовую отрасль ГНК, в любом случае прямые иностранные инвестиции в любом случае доминируют именно по направлениям этим, поскольку Казахстан, ну, как вы знаете, основная часть нашей экономики, большая часть дохода бюджета все-таки приходит именно с этой отрасли. И эта отрасль больше всего интересна иностранным инвесторам, более того, чаще всего они, такие инвестиции приходят уже в действующие проекты, то есть речь о том, что какие-то прям инновационные новые проекты даже в нефтегазовой отрасли речи не идет. Ну, как вы знаете, у нас на самых крупнейших трех месторождениях все еще, ну, есть у нас иностранные инвесторы, вот, и здесь речь, наверное, больше идет о том, что, когда мы говорим о привлечении прямых иностранных инвестиций, значительная доля как раз сосредоточена в этой отрасли. Что касается инвестиций в основной капитал, то здесь важно отметить, что основная доля все равно по последним наблюдениям статистики все равно приходится на собственные средства компании, да, то есть собственные средства частных игроков. Вот, более того, инвестиции, которые направляются у нас, например, на то же обрабатывающие промышленности, это больше всего речь идет об обновлении основных средств, да, либо на оборотные средства. То есть речь о том, что у нас инвестиции идут прямо на создание каких-то инновационных новых компаний и технологий, да, условно, речи тоже не идет. Здесь, наверное, будет сегодня говорить чересчур оптимистично о том, что прямо происходят какие-то глобальные такие изменения в структуре инвестиций. Вот, ну, я думаю, что послание президента именно на расширенном состоянии правительства как раз было связано с подачей дополнительных сигналов правительству для того, чтобы, наверное, уже больше активизировать работу в диверсификации инвестиций также. Ну, справедливости ради скажем, что, ну, действительно, пока что сложно говорить о том, что привлечение инвестиций идет именно на создание там товаров и услуг, да, с высокой добавленной стоимостью. Мы все еще остаемся заложниками, так скажем, сырьевой экономики, соответственно, большая часть инвестиций идет туда. Вот, ну, конечно, в нацплане развития, да, до 2029 года, который недавно представили, также и на расширенном заседании президент говорил о некоторых, да, точках роста. Это, конечно же, транспортно-логистический потенциал Казахстана, который очень сильно не реализован и становится еще более интересным вот этот сертифик. Галмжан, можно я вас перебью, да, вот, вы знаете, я все-таки хотел уточнить, мы уже далеко не первый год создаем СЭЗы, ИЗы, свободно-экономические зоны, в конце концов, создали мощнейшее МФЦА с международным британским правом и так далее, и так далее, да. Мы прекрасно понимаем, что Казахстан окружен такими развивающимися экономиками, развивающимися рынками, колоссальные и очень привлекательные, скажем так, рынки для входа сюда. А что, почему вы все-таки считаете, почему нам такой в короткий период не удастся значительным образом трансформировать вот эту инвестиционную стратегию с максимальным переходом к экономике добавленной стоимости? Ну, банально, потому что у нас все равно, посмотрите просто на доходы бюджета, да, государственного республиканского бюджета, мы очень сильно все еще зависим от сырьевой экономики, то есть говорить о том, что у нас появились, да, понятно, что у нас есть IT-отрасли, да, у нас есть инновационные там финтехи, банки, но все равно они, если даже, ну, структуру 20 крупнейших налогопотечников страны откроете, там первые там лидирующие позиции занимают, конечно, добывающие нефтяные там компании, и в такие кратчайшие сроки создать какую-то инновационную отрасль, да, это, ну, физически нереально, этим нужно было, наверное, заниматься. Да я не говорю, я не говорю про инновационную, да, вы уж простите меня, я не говорю про инновационную, я не говорю здесь про создание второго Тесла или какого-нибудь Майкрософт, я говорю просто о верными быстрыми шагами переходу к понятию такого полноценного производства, да, полноценное какие-то производства товаров, перехода от сырьевых моментов, это. Вот, Гамжан, мы сейчас к вам тоже вернемся, я хотел Алишеру тоже этот вопрос адресовать. Алишер, ну, имеем действительно экономические зоны в каждом регионе, имеются кластеры, да, имеются более подходящие различные типы производства в каждом отдельном регионе, да, энергоемкие, там, где-то, может быть, другое сырье нужно, АПК и так далее. Вот, что вы видите в динамике, насколько у нас ежегодно вопросы именно таких перерабатывающих производственных предприятий, пусть малых, пусть средних, но все-таки количество субъектов увеличивается? По данному направлению можно сказать, что проекты в обрабатывающей промышленности, они ежегодно увеличиваются. По линии Банка развития Казахстана ежегодно финансируются по льготному кредитованию такие проекты. То есть со стороны государства присутствует бюджетное финансирование, также предоставляются льготные кредитования. То есть результат от реализации этих проектов мы ожидаем в ближайшей, вот в среднесрочной перспективе. Поэтому по данному направлению работа ведется. И, конечно, предусматривается сейчас ряд комплексных и системных мер, чтобы увеличить долю таких проектов. В целом, вот такая работа проводится. Есть аналитика касательно того, когда, ну понятно, бизнес есть бизнес, да, существует и достаточно часто случаи, когда компания, допустим, закрывается, да, или происходят моменты, когда им та или иная производственная экономика становится неинтересной. Вот у нас все-таки в этом плане наша статистика такая более здоровая. Те предприятия, которые запускаются, они живут, они переходят уже к производству, к работе и так далее. Ну, по большому счету, эти предприятия, они вводятся в эксплуатацию, они достигают свои поставленные прямые конечные результаты. То есть они выпускают продукцию, то, что было заложено, они выполняют. В принципе, это есть. Здесь есть. Я хотел бы вернуться к Галымжану. Галымжан, вы с вами на связи, да? Вот вопрос, опять-таки знаю по собственному опыту, вопрос, когда страна на страновом, на таком глобальном государственном уровне еще участвует в проекте, в принципе, в концепции софинансирования, имеет очень большое значение. И все мы знаем, что буквально пару лет назад началась глобальная перезагрузка фонда национального благосостояния Самрук Казна, когда было четко сказано, что теперь это превращается в фонд, который направлен в первую очередь на реализацию инвестиционных совместных проектов. Насколько вы считаете вообще эту концепцию удачной? Ну, вообще, если говорить про фонд Самрук Казна, да, действительно, фонд Самрук Казна, это вообще, если брать изначально, это же колтинг, который управляет портфельными компаниями, да, национальными компаниями. И действительно, на, так скажем, совокупные доходы, да, и правительство сейчас больше привлекает Самрук Казна, да, для того, чтобы он также финансировал какие-то инновационные там, да, важные, нужные там инфраструктурные проекты. Но в целом я вообще, конечно, очень скептично отношусь к тому, чтобы Самрук Казна выполнял, так скажем, роль второго там серого бюджета, да. И вообще лично я считаю, что Самрук Казна, это как фонд национального благосостояния, он во многом может дублирует то, что, например, сейчас извлекает, например, и используют средства нацифонда. Или, например, у нас есть фонд Байтирек для развития экономики, через который, да, например, через БРК, там, да, ФРП развивает, например, автопром в Казахстане. Вот, это действительно, да, это логично, это правильно, если этим занимается конкретный фонд, так скажем, который у нас, например, Байтирек. А вот то, что Самрук Казна, который является портфельным управляющим, так скажем, национальных компаний, часть из которых уже стали публичными, и он привлекается, там, к дублированию функций правительства, там, по выполнению инфраструктурных проектов или по софинансированию, это, ну, наверное, здесь немножко выглядит все это, конечно, неоднозначно и странно. Ну, хорошо, тогда, тогда я вам, можно, Галамжан, буквально кратко у нас время ограничено, короткий вопрос, хорошо, исходящий из вашего ответа. А на ваш взгляд, насколько сегодня у нас бизнес, да, частный бизнес, предприятия среднего уровня, крупные предприятия, опять-таки, повторюсь, в частных руках, насколько сегодня они уже готовы к подобному крупному инвестиционному сотрудничеству с иностранными партнерами? Ну, здесь в первую очередь нужно говорить, наверное, о динамике того, насколько, да, частные, да, компании в Казахстане привлекают иностранный капитал. У нас больше всего, конечно, статистика сильно искажается за счет тех, наверное, так скажем, частных компаний, где есть, в том числе, доля государства, там, если мы берем это, конечно же, добывающие отрасли, горно-металлургический комплекс, да, то там, конечно, ну, идет, понятно, привлечение иностранных инвестиций, поскольку идет репатриация, репатриация прибыли, да, соответственно, ну, как бы, соинвестирование обратно заработной прибыли в эти компании. Но если говорить про частные компании, то сейчас, конечно же, есть, ну, отличный кейс в Казахстане, когда, например, тот же FinTech, да, или какие-то IT-компании, например, выходят, там, на зарубежные рынки, тоже, например, возьмем, там, не знаю, ну, условно, тот же Каспий, например, или, там, какие-то более мелкие стартапы, да, которые сейчас выходят на международную биржу и привлекают, там, средства, да, инвесторов. Ну, есть такие кейсы, но в целом, если мы берем про экономику производства, да, а не про высокотехнологичную экономику, то там, конечно, все еще сильно завязано. И, как бы, у нас сегодня пока что, к сожалению, кроме, так скажем, яркого автоброма, так скажем, есть, конечно, отдельные компании. Понял, понял. Спасибо, Голубин. Спасибо большое. Было очень приятно с вами пообщаться. Я думаю, далеко это не последнее наше такое общение. Ну, действительно, о том, что эксперт сказал, это очень важно, что бизнес, да, средний по статистике, конечно, должен подрасти для того, чтобы мог серьезные партнерства входить. Вам тоже вопрос хотел бы завершающий лишь раздать. Итак, глава государства отметил вот этот принцип одного окна, была критика касательно дублирования функций, там, и так далее, и так далее, многие моменты, да, которые нужно исключать и, опять-таки, всегда делать максимально инвестиционную вот эту вот стратегию прозрачной и простой и понятной. Как вообще планируется вот это вот внедрять? Что это за такой новый подход и новый принцип одного окна в инвестиционной политике? Ну, в настоящее время разрабатывается единая инвестиционная платформа, это будет информационная система, которая позволит отслеживать все инвестиционные проекты от этапа инициации и до ввода эксплуатации. То есть этот процесс будет автоматизирован. Абсолютно прозрачным. Он будет абсолютно прозрачным. И введение в эксплуатацию планируется в текущем году, в первом полугодии. Соответственно, госорганами, это Министерством иностранных дел и Министерством цифрового развития, уже разработана эта система, вводится в промышленную эксплуатацию. То есть я правильно понимаю, что еще на этой платформе можно будет посмотреть и список приоритетных проектов, да? То есть те проекты, которые сегодня вообще выставлены, скажем так, на привлечение инвестиций, да? Да, то есть инвестор, мы сможем отслеживать проекты, то есть видеть, на каком этапе реализации находится каждый проект, где, в каких проектах сейчас присутствуют какие-то проблемные вопросы, которые нужно будет выносить на уровень руководства правительства. То есть это ускорит процесс реализации инвестпроектов. Да, и самое главное, то, о чем подчеркнул, уже много раз говорил глава государства, это еще и увеличивает, опять-таки, личную ответственность как Акимов на местах, так и центральных исполнительных органов. Спасибо большое за это интересное общение, за эту интересную информацию. Я хотел бы еще раз вам напомнить, что сегодня у нас в гостях был Алишер Шайхметов, заместитель директора департамента инвестиционной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Продолжение следует... Продолжение следует...